Тим Раша Челлендж Тим Раша Челлендж Тим Раша Челлендж Тим Раша Челлендж А пока два. Пока стабильно. Три! Фитер смеялся? А вот теперь посмотрим. Я знаю. В спорте так очень часто бывает, когда смотришь легко, а сам попробуй. Раз, два, три. Три, да? Так, надо будет видео повтор смотреть. Где вард? Вард, пожалуйста. Сколько у нас там будет? Есть только бар. Бар есть? Мне он нужен будет сейчас. Сейчас было три точно, да. Пока сравнялись. Финальная попытка. Я коснулся? Три, да. Ничья. В первом конкурсе у нас ничья. Сразу видно, ребята готовы. Хорошее начало для гостей. Задача каждого участника – попасть в кольца, закрепленные в верхних углах ворот. Сложность заключается в том, что для этого у игроков есть четыре разных мяча. За попадание в кольцо обычным мячом игрок получает один балл. Коллекционным – два балла. Мячом для регби – три балла. Теннисным – четыре балла. Особенно этот, с пола его, да? А шайба есть, нет? Нет, шайба, это следующий уже челлендж будет. Значит, а регби нужен должен так стоять, нет? Нет, я могу подержать. Так его ставят, да? Мои руки еще на одной стране. Да, так его ставят. Все, считаем количество баллов. Перекладь 0,5. Да. 0,5 – это не здесь, это полосы уже. Сколько? Это три. Три балла есть. Я понял. Три балла. Отлично. Хотя бы три, да? Скорее. Закрывай. Был? У нас была задача попасть в реквизиты, а не сломать его. Ну вот же. Так, нужен видеоповтор. А как оно могло в притирку, если он стоит? Он же не мог его отодвинуть? Ну… А вот так он попал, где-то вставал. Не, нужно вот это вот. Судья по вару сказал, что гала не было. Заинтересована личность. Ну как это? Извини. И в вар делают ошибки с его помощью. Три ноль. Задача каждого участника – попасть в ворота прямым ударом с угла поля. Каждый футболист будет иметь по три попытки с правой и левой ноги. Первая попытка. По три? Да, с каждой ноги. Ай, близко, близко. Вторая попытка, да? Опа! Зашла. Хорошо. Так, первая попытка. О! Последними сравнялся. Переходим на левую ногу. Вы помните голы друг друга? Какой самый крутой был гол? Вот когда вы играли вместе, вот друг друга. Дим, ты соответственно… Я помню «Спартак». Который Питер забил, да? Как ты помнишь? Описание там? А я просто забивал. В дальний угол ее. Помнишь, да? Рубинус, паса Димы, атлетику левой. Сейчас еще раз попробую еще раз повторить этот момент. Там было, конечно, легче вот так у линии стоять. Было близко. Почти. Вот третья попытка всегда классная. Вот есть клюшки прямые, а есть клюшки с загибом. Когда бьешь с загибом, он как раз вот так вот летит. Ну все, это победа. Надеюсь. Тебе она нужна. У меня регбийный мяч уже был. Еще не решили. Я верю в систему. Все, погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это было очень близко. Ну и третий. Так сказать, пристрелялся и теперь гол. Да, это вот лучше. Я думаю, этот вариант немного лучше. Потому что так закрутить его с такой короткой дистанции. Ну что, у нас очередная ничья. Вы прям как ровно идете. Честно скажите, вы подыгрываете друг другу? Это гостеприимство, Дим? Что это? Если я выиграю, конечно, он никогда не приедет больше сюда. Когда-то ему надо будет паспорт опять делать? Будет повод пригласить сборную Нигерии из России сыграть. А, ну это было здорово. На челлендж. На челлендж? На настоящий челлендж. А кого бы ты позвал из сборной Нигерии? Кого бы привез бы сюда? Нет, основную сборную. Вот, товарищи мать. Джиджи Акочи, да? Помнишь, он научил тебя в финтах? На Кубок Легенд. На Тарибо Уэст. Чейджи Кану. И Бабояру, чтобы он идти сальто в своих разделах. Питер, подскажи, кто в твоей сборной, ты считаешь, самый техничный, самый меткий, самый классный игрок с кем тебе в сборную удавалось поиграть? Ну, в какой-то без раздумий. В сборной Нигерии? В сборной России, соответственно. Ну, там была ТВ Плеяда техничных. Какой тактичный ответ, да. Питер, знаешь, что его ребята не посмотрят? Просто надо называть тех, кто играл в Спартаке во времена Ленчева, Сихонова, Китова. Ну, это легенды. Вот это. Задача каждого участника – попасть в банку, закрепленную на перекладине ворот. Кто потратит наименьшее количество попыток, тот получит 3 балла. Сломали реквизит. Красивее же было, плюс 2, нет? Супер. Так, теперь отходим обратно-назад. Когда не получается, надо что-то новое попробовать. Интересно. Ну что, надо еще пылить подойти на сегодняшний день. Надо довести дело до конца. Задача каждого игрока – попасть в створ ворот из противоположной вратарской зоны. Важно – мяч должен пересечь линию ворот, не коснувшись земли. Вперед! Супер. Мяч должен пересечь линий подойти на скал… Нет. Что тут засуживают? До линии не выполняешь. Не считается. Супер. Нет, опять так же. Тоже нет. По траектории был нормальный. Так, это было последнее попытка ваша? Ну, не точно. Все? Надежда Кемпин. Дима показал, что такое русское гостеприимство. А теперь сейчас покажет, как правильно нужно выполнять упражнение кубырок. И почему Россия лучшие гимнасты в мире? Лучшие гимнасты, но не самые футболисты, да? Ну, другого результата нельзя было ожидать. Поэтому русское гостеприимство еще раз доказывает, что мы самые гостеприимные. И в футболе причем. Но желательно иногда так изменить этот подход. Раз. Я так помогаю тебе. Морально. Морально, да. О, супер. Ты как будто каждый день это делаешь. Конечно. Так, да, как будто и делает Фромбранд. Все, отлично. Ребят, спасибо большое. По челленджу это здорово. Да, самое главное был фейерплей. Да, да, да. И с удовольствием. Друзья, прямо сейчас наши участники оставят автограф на этом замечательном мяче. Дим, давай. Кстати, во время Кубка Легенд на этом мяче уже расписались Пауэро Феррейро, Гаиска Миндиета, Педро Паулета. И вот сейчас не хватает только автографа Дмитрия Епитера. Этот мяч мы разыграем среди наших подписчиков. Смотрите в описании группы. Может, именно вы станете победителем. Делимы.